У нас начнется презентация его новой книги «Якси». Мы ждем вас весь очень с нами, обязательно приходите послушать Дмитрия. Крешно-производить его книги «Бестокольдов» или «Благоссинь». Возьмем вопрос о том, что вы не можете нарвать. Здравствуйте. Как-то изменилась инфраструктура, да немножко? Расширился зрительный зал. Здравствуйте, дорогие друзья, большое спасибо, что ощутили меня своим присутствием. Я хочу вам рассказать о этой книге, о которой Кирилл, о всем, что вам уже успел прожужжать. И дальше, до этого я успел вам выжить квадратную сетчатку при помощи своих социальных сетей. Я очень признателен вам, что вы не испытали сейчас отторжения и пришли, чтобы узнать вообще, зачем все это было сделано. Книга тех, действительно, для меня экспериментальная, потому что впервые, наверное, за все время нет ничего ни фантастического, ни гротесканного в ней, никаких не преувеличений, ни мистики, ни фантазии, ничего. Чисто реалистический сюжет и мир сегодняшний. Если быть точным, совсем действие разворачивается в ноябре прошлого года в Москве и Тлубне. Откуда наш главный герой. И книга посвящена нашему сегодняшнему дню, который, конечно же, как мне кажется, пожалуй, что намного более фантастичен, чем некоторые из моих предположений, высказанные в Метро-2043. Те вещи, которые с нами творятся в последние несколько лет, с нами как с народом, с нами как со страной, вообще, конечно, существенно обережают, как мне кажется, превосходят любые самые фантастические сценарии и прогнозы. И в некоторые из них очень трудно поделить. Я здесь говорю не только о политике, но и о технологиях тоже. Метро-2043, посвященное перспективе в ядерной войны, помню, в свое время совершенно не содержало никаких упоминаний о смартфонах, о сотовых телефонах. Писал эту книгу я в конце 90-х, начале 2000-х. И телефония никакой роли в то время в нашей жизни не играла. Сейчас я уже насчитал сходу 5 человек, которые меня снимают на телефон, и я думаю, что год будет расти. Телефон занял какое-то невероятное, важное место в нашей жизни, многократно усилил наши возможности и способности. Мы можем теперь запомнить все, что угодно, в том числе и визуально, с невероятной стоверкостью, фотографируя это и всегда имея при себе. С каких-то моментов, после эмоций своих мы пытаемся записывать на видео, и семейное счастье, и любовные какие-то истории, и застолья в кругу семьи с какими-то настоящими родственниками, которых мы таким образом пытаемся для себя на всякий случай сохранить. И, в общем, все это гораздо больше, чем мы когда-либо умели делать. Плюс мы получаем возможность мгновенно коммуницировать с людьми на другом краю Земли и видеть их в режиме реального времени. В моем детстве сейчас тотальной фантастикой. Кир Булычев, когда писал видеофон у себя в книгах, это было совершенно для меня что-то невообразимое. И тем не менее, вот мы надержим с вами видеофон прочного размера в формате, и там же еще и компас, и там же еще, значит, и видеоммунитофон, и там же видеокамера, и там же часы, и там же карты, которые себе позволяют сказать, где ты находишься. То есть такой-то вообще, как бы даже тугаски не был. И мы к этому совершенно спокойно относимся, же бесимся, только если интернет пропадает, или если батарейка садится. В остальном мы принимаем это совершенно фантастику, он совершенно как нечто само собой разумеющееся. И без телефона мы как без рук, конечно же. И все эти наши сверхспособности, которые мы до кого мы уже не считаем, пропадают, как только телефон у нас исчезает, значит, это батарея садится. И у нас от телефона большая зависимость, конечно, у нас. И главный герой, уезжая из Москвы 7 лет назад, значит, в места заключения, потому что его по подобному обвинению, значит, сажают в тюрьму, возвращается 7 лет спустя в совершенно другой мир. Тогда смартфоны были только у самой прогрессивной части населения, у студентов, у молодых каких-то представителей среднего класса. И сейчас телефоны есть у всех и каждого. В метро можно поехать, чтобы увидеть, если уже и женщины старшего возраста сидят в телефонах, и, значит, и школьники сидят в телефонах, и достарбайтеры сидят в телефонах. И для каждого есть свой какой-то особенный, видимо, интернет, как мой герой, если говорить, для басруман-басруманский, даже для детей детский, для пенсионеров пенсионерский. И раньше всего этого, конечно, не было. То есть население очень продвинулось в этом плане. Но есть и другие отличия между той страной, из которой он уезжал, и той страной, в которую он приехал. Конец 2000-х годов, из которых Илью, так зовут и главного героя текста, забирают. Это время, когда мы успешно проскочили короткий кризис 2009-го и продолжали думать, что дальше будут вот эти сытые наши нулевые. Каждый год был лучше предыдущего, зарплаты удваивались, центры квартиры удваивались, вместе с нефтью, потому что это все наше богатство и было, и есть, и будет. И казалось, что всегда так будет. Мы как-то в будущее тогда смотрели, с интересом уверенно. А возвращается он совершенно в другую Москву. Москву, которая про будущее боится как-то думать. И предпочитает и думать, и говорить все время о завчерашнем дне. Потому что там тоже все понятно, как нам кажется. Москва, которая, значит, вот все это перестраивается, и перестраивается, и перестраивается, и перестраивается, вроде она обещает какой-то более европейский город, но почему-то он немножко этот план благоустройства больше отдает новым каким-то сталинским генпланом. Строго весь этот базар, бесконечный ярмарку, который здесь были, с частной торговлей, с круглосуточными магазинами, ресторанами, такая Москва гулящая, хмельная, и все это куда-то исчезает. Вместо этого появляется Москва такая очень строгая и похмельная. Хорошо, сегодня дали солнце, а так же я думал, что он, собственно говоря, не запорол даже погоду. Знаете, я говорю про Путина, я говорю, да? Слышали? А кто не слышал? Значит, Путин приходит к гадалке. Говорит, сколько мне осталось? Гадалка кто есть? Ну, последние лет, Владимир Владимирович. Он говорит, ну, значит, не будет лета. Я не могу анекдот вам подписаться, сотрудники НКВД сидят. Поэтому осторожней, хлопайте, все записывается. Шутка. Макиянин, что? Такое время, что трудно сказать, шутка или нет. Телефоны, по-другому всего прочего, конечно, позволяют, ну, если мы уже об этом заговорили, следить за нами, конечно же. И, ну, понятно, что можно взломать телефон, установить какой-то софт на него, который будет посылать человеку, установившему этот софт, точное местоположение. И один знакомый установил своей, может, возлюбленной, на всякий случай, этот софт на его смартфон и выяснил, что вообще-то он не единственный у меня человек. А то есть девушке пути бдительных. Не давать свой телефон в руки посторонним людям, и даже своим молодым людям не давать их в руки тоже. Ну, и, конечно, спецслужбы тоже могут этим пользоваться. И это тоже часть интриги книги-текстов. Вообще, роман так вышел на стыке разных жанров. Здесь есть и триллер, и она книга очень волнительная. Рит, никого кто прочитал уже? Половин. Половин не читает. Вот, целиком? Ну как? Пришибла? Эффектно. Вот, очень эффектно. Не могу сказать, что вы будете сильно веселиться, когда будете читать ее. Но должна она, мне кажется, определенное впечатление произвести. И криминальная драма там здесь тоже. История о мести, история о любви, история в очень большой степени отношений детей и родителей. И мне кажется, это будет интересно читать и 20-летним, которые неизбежно в это время, как раз проходят очередной этап взаимоотношений с родителями, когда вы уже требуете себе по праву свою самостоятельность, если вас еще не пускают, вы уже начинаете стареть, не слабеть. И уже начинают заслуживать не сопротивление, а снисхождение. И отношения между живыми и мертвыми тоже, когда люди умирают не успев получить у нас отпущение своих грехов, или когда мы не успеваем развениться перед ними, здесь тоже все есть. В общем, она многомерная книга, и при всем при том она должна интересно читаться. Я понимаю прекрасно, что книга сегодняшний мир конкурирует с Фейсбуком, с мессенджерами, с сериалами, и все это находится у человека в кармане, в телефоне, все требует к себе внимания, постоянно кто-то там стучится, скребется, хвопчет в этих мессенджерах, и значит, нужно срочно выкладывать фотографию, как ты поел в Инстаграм, или как-то тянет купальник, или как ты прислонился к чужой красивой машине, вот это все. И собирать лайки, и, конечно, разумеется, это очень важно. Мне важно как творческому человеку, любому человеку важно, потому что хочется таким образом почувствовать, что жизнь удается, ну и вообще, в принципе, через это мы как-то себя лучше стараемся оценить. И много всего отвлекает, фокус теряется внимание. То, что мы умели раньше делать хорошо, подолгу сосредотачиваться на тексте, и, к сожалению, умение у нас уходит и пропадает, очень быстро надоедает смотреть в одно окно браузера или в одно и то же приложение, вот это 20-30 секунд, почитал или пописал письмо, приелось, переключился в другое окно, там, в Фейсбуке посмотрел, что приелось, перевиснул, значит, в мессенджерах что-то начал писать, написал, приелось, и, как скажешь, как кузнечик между всеми этими окнами. С одной стороны, удерживаешь голове гораздо больше одновременно, чем раньше умел удержать, с другой стороны, выработанная в школе способность фокусироваться там по 40 минут, на чем-то по 50 минут, в университете полтора часа на одной теме, пропадает. И, зная это, потому что сам так же страдает от этого седрома рассеянного внимания, я старался сделать так, чтобы книгу вообще нельзя было положить в сторону ни на секунду, потому что, если я заскучал, пока писал, и переключился на что-то, то чего уж спрашивать человека, который не так близко все это воспринимает, а просто, в общем, готов послушать ту историю, которую ты ему рассказываешь. Поэтому, думаю, что скучно не будет, и она не очень длинная вещь, она, короче, даже чем «Сумерки» немножко, а «Сумерки», то есть портал из моей команды самый такой малообъемный. Но, с другой стороны, не хотелось зря эту историю растягивать. Мне кажется, что каждая история, каждый книг, каждый роман, у него есть свой определенный объем. Кто-то, какой-то роман нуждается в продолжениях, какой-то нет. Это такая история недостаточно компактная, герметичная, камерная, так сказать. Учитывая, особенность, что главный герой, повторюсь, отсидел 7 лет. По камерной для меня, как и многие другие слова, неожиданно стало приобретать особое значение. И дальше я, наверное, просто предоставлю вам на суд ее, и надеюсь, что много времени потребуется для того, чтобы оценить ее, впечатлиться или, наоборот, разочароваться. Будем ждать во всех соцсетях, в особенности ВКонтакте, ваш код с хэштегом «Вырванный из текста». И дальше, там, разумеется, мы будем стараться ваши рецензии в паблике текста размещать. Хотел просто уточнить вас, если можно, вы, есть ли люди, которые из-за чтений моих ВКонтакте узнали вообще про книгу? Не знаю, не знаю, не знаю. Прекрасно. А это газета «Метро»? Нет, это было не знаю. Хорошо, потому что, знаете, я же, как бы, предельник Ставка Гельника, а устроник Ставка вообще шовник. Я вот сначала написал книжку, потом, поскольку я не очень доверяю родному издательству в этом плане, у них много, значит, хороших писателей. А Кунин вот вышел. Приходится самому все делать, кстати, он сам придумал этот формат в чтении в прямом эфире для ВКонтакте и газеты «Метро». Которая взяла на себя смелость эту жесть вообще публиковать и спращать этих несчастных пенсионеров, которые едут на своих делах и школьников. Еще это было «Метро-245» тот же. Да, 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 но там хотя бы было по теме «Метро», про «Метро» они как бы готовы были это понять. А сейчас, конечно, как они на это решились, я вообще восторгаюсь их мужеством. Я, конечно, не давал целиком совсем такую кусочку, чтобы они не поняли, что они еще публикуют. В принципе, это достаточно жесткая вещь, я сразу хотел бы оговориться, что на 80 плюс, так что сначала маме показать. Самому разрешил, тогда уже не читаю. Я остаюсь, смотрите, на ваши вопросы. Я думаю, что они могут касаться не только текста, а вообще всего чего угодно. Я, кстати, другие книжки тоже написал. Да, я, ну, что за лучший вопрос, у нас сегодня есть подарок, новая книга, так что, надеюсь, на то, что я не требуюсь в конце, как самый интересный, за него мы не отдадим. А кто этого вопроса? Новый роман «Текст», пожалуйста. Здравствуйте. А почему такое название «Текст»? То есть название «Текст» потому, что в общении сегодня, в телефонах, в очень большей степени в мессенджерах происходит. И пишем смс-ками, и пишем сообщения, и пишем буквами, и вполне нормально, за редкими случаями, в случаях отношений со всеми близкими людьми, типа с родителями, возможно, или с любимым человеком, когда надо, тем не менее, переговорить словами, голосом. А так вполне достаточно отписываться. Ты пишешь что-то, тебя отвечают, не могу подойти, перезвоню потом, извини, забыл, замотался. И так может, в принципе, несколько дней, может, неделя. И, в общем, не знаю, сколько вы можете уверены в том, что все те люди, с которыми вы как бы переписываетесь, это действительно те самые люди. Потому что, может быть, ваш телефон попал в руки от другого человека, и он за вас это пишет. Может быть, какой-то из людей, которому пишете вы, уже вовсе и не жив, и не на земле, а за него пишет какой-то другой человек совершенно, который этим телефоном завладел. И все это текстом происходит. Общение сегодня текстовое. И поэтому текст. Ну, мне показалось, что такая будет то, что беспромиссное название для книги, вместо названия для книги текст. Ну, по-английски еще, я надеюсь, что книга будет уединена на странный язык тоже. Текст, это значит смс. Текст, это значит смс. Текст, это значит смс. Поэтому, поскольку здесь достаточно много происходит в смс-сообщениях, это такой смс-роман, какой-то степень. Отсюда и название. То есть оно поископравное. Спасибо. У меня вопрос вот здесь. Здравствуйте, Дмитрий. В общем, что книга вышла, и вышла на соответствующие два дня назад, правильно? Да, позвучаем. И, соответственно, рано еще говорить о реакции на саму книгу. Но она появилась в этом поле, так сказать, немножко раньше, чем была издана. То есть, я говорю о том, что вы сами сказали, было рано. Была достаточно большая компания, то есть, аккаунт Инстаграма, ВКонтакте, все вот это вот. И два вопроса. Первый, чем вы руководствовали с ней, и второе, какова была реакция аудитории именно на предкнигу, я знаю, как это назвать. Ну, мы обычно, тактика и стратегия моя заключается в том, что задолго до того, как книга, собственно, уходит на бумаге, мы начинаем рассказывать об этом ее будущем, возможно, читателям. И здесь история в том заключается, что, поскольку мне очень не хочется себя книги повторять, я стараюсь снова экспериментировать с жанрами, с историями и так далее. Но любой издатель вам скажет, что это вообще такой путь висельника, потому что, если ты все время мечешься между жанрами, ты очень рискуешь читателя растерять. Читатель, знаете, привык, что вот Пелевин – это Лопелевин. Мы знаем, что Лопелевин ждать, а Лукьян – это Лукьян. А значит, Акунин – это все равно, как бы он не старался экспериментировать, вот это Акунин. И мы для себя зарезаривали в голове какой-то слот под определенного писателя или музыканта, или киноактера, и вот от него ждем что-то привычное, уютное, уже для нас понятное. Хочешь про актуальный комментарий на то, что произошло за последний год в России с точки зрения такого-то вида наркотиков и, значит, такого-то эстерического учения от Пелевина? Вот я уже на предыдущей встрече озвучил, допустим, амфетамин, зероастризм, КГБ. Вот одна книжка Пелевина. Допустим, «Кокаин», «Буддизм» и «Ситуация на Украине». Это другая книжка Пелевина. «Америка», «Когровая империя», «Марихуана» и «Терни поклонничество». Это третья книга Пелевина. Это человеками одно и то же, по большому счету. И мы за этим, в общем, идем. Но в какой-то момент уже приедается это. И Пелевина, мне кажется, самому должно быть дико скучно 20 лет долбить одно и то же. Ну, то есть, как дятел, просто, конечно, в конце ты оказываешься на неком уютном дубле, но стоило ли оно того? Ну, и «Букьянка» тоже, в общем, не святой в этом плане. А я святой. Но. Я не в них сейчас плохо присоединился. На тебя светится. Значит, ты что хотел сказать? Ну, конечно, это риск, потому что есть риск вот с этим не совладать. Люди хотели от тебя «Терминатор-2», а ты им, значит, приключения просто квашен. Я так, ну, секундочку. Джеймс, мы же ждали от вас, ну, камел. Мы же ждали от вас в «Терминаторе». И чтобы этот риск каким-то образом смягчить, я стараюсь в каждой книге найти нового читателя. Для этого нужны социальные сети, для этого нужны какие-то новые приемы, новые способы найти этого читателя. Вот чтение прямо в эфире, например. Вот, например, публикация в газете «Метро», которая, в принципе, читает полтора миллиона человек в день. Разумеется, абсолютному большинству это все не понравится и окажется чуждым, но тем не менее, какого-то нового читателя для себя эта книга найдет. Так что вот для этого. Какие результаты? Ну, результаты такие, какие они есть. Я думаю, что здесь довольно много людей пришло именно из ВКонтакте или из Инстаграма кто-то. И благодаря этому, в общем, книги и узнали это. А дальше уже книга за себя сама говорит. Невозможно, я же не пускаю никуда в луповую рекламу или издательство. Это просто фрагменты, цитаты, какие-то впечатления, отрывки, музыка какая-то, под которую эта книга писалась. Дальше, если человек чувствует, что это его история, что ему она близка интересная по каким-то причинам, тогда он заинтересовывается и волен приобрести. А если ему кажется, что это не его, то просто он вернется и дальше пойдет. И кроме того, разумеется, как и было с предыдущими книгами, со всеми, этот роман рано или поздно в бесплатном доступе будет в сети лежать. Как и все остальные предыдущие романы на моем собственном сайте или, может быть, не на пункте отдельном сайте. И люди, которые не могут себе позволить приобретение этой книги, они, тем не менее, получат возможность почитать так. Спасибо. Еще и за прошлый день. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вы считаете текст своим лучшим произведением? Я всегда считаю свою свежую работу лучшим произведением. Ну, потому что я только что из-под пера, и я стараюсь очень выкладываться всегда. То есть максимум того, что я могу, понял вообще, про то, как надо писать, и как хочется писать, и чему я научился, и как я научился распоряжаться языком. И, в общем, все, что я успел к возрасту, к этому вообще понять, какой-то под итог жизни, я в свежую книгу вкладываю. Поэтому мне кажется всегда, что вот последняя книга, она уже на пределе текущих моих возможностей. Но поскольку они все разные, в конечном итоге у каждой книги свой читатель, и у каждого читателя свою любимую вещь. Кто-то до сих пор нам любит больше всего «Метро до 2033», потому что это вот такой уютный, приключенческий роман. Кто-то любит «Сумерки», потому что это такой очень атмосферный, мистический, своеобразный текст очень. Кто-то любит там будущее, потому что это такой нуар, и в середине антигерои, это человеческие какие-то страсти, и демон, который людей раздирает. Каждый человек так или иначе к литературе, в общем, к искусству обращается для того, чтобы себя в нем найти. Какие-то ответы на свои вопросы получить. И когда это резонирует с твоими страстями, с твоими переживаниями, с твоими чувствами, тогда ты говоришь, что это хорошая вещь, потому что она как бы про тебя. Если это прекрасно написанная вещь, но в тебе никаких чувств не будет, она тебя оставляет равнодушно, говорит, что ты можешь ее на середине вообще бросить. Потому что это не для себя написанная вещь, не про тебя написанная вещь. Так что, поскольку я именно стараюсь как раз совсем разноплановые тексты создавать, и с разными эмоциями в центре, и с разными героями, и разным языком написанные в разных сюжетах и сетенках разворачивающихся, вполне естественно, что для кого-то эта книга там любимой не станет. Кому-то, может, она покажется излично мрачной, бессимистичной, кому-то, может быть, в ней как раз не будет хватать фантастики, как вы вылили же на меня ушатой грязи, так сказать, за то, что в «Никротом 1035 нет ни одного мутанта». Я предупреждал, что не будет мутантов, но люди почему-то так, особенно девушка, так почему-то любят мутантов, я не знаю. Сейчас говорят, в Штатах рвет все, или до бестселлеров, какой-то такой эротик-пронатологический роман про женщину и ети. Мужчина, конечно, у себя еще много, предстоит про женщину знать и открыть для себя, потому что все могу понять, а ети? Влада вампиры. Девушки, вам садить не страшно? Ну, в общем, мутанты тоже оказались, видимо, в какой-то этой серии, какие-то свои бетафоры там девушки усматривались, мутантов, это я даже не закладывал, так или иначе. В общем, я надеюсь, что эта книга равнодушно вас не оставит, и что, может, она любимой не станет для всех, но надо стараться. Еще вопрос, Владислав. Как пришла идея написания именно этой книги в данном формате? Это как-то по щелчку произошло, или это долго вымоченная идея написания этой книги? У меня вообще практически нету ни одной книги написанной по щелчку, обычно приходит идея, и потом еще несколько лет, иногда достаточно много лет, книги каким-то образом во мне возревают. Например, идея романа «Будущее» пришла мне в голову, когда мне было 20. Потом взялся я за нее, за реализацию, уже когда 30 лет я перешагнула, 30-летний рубеж, то есть прошло больше 10 лет. И она происходила из личной истории, когда мне было 20, моя тогдашняя девушка стала со мной разговаривать о том, что как я отношусь к детям, я не хотела мне бы завести детей. И 20 лет, конечно, это был полный абсурд. И тогда я подумал, что если я сейчас пойду на это, это будет конец моей молодости. И оттуда у меня пришла мне в голову мысль о том, что можно себе представить мир, где есть в людей вечная молодость, но это перенаселенные планеты, потому что все живут вечно, люди вынуждены встать перед выбором. Или они могут завести детей, или они могут оставаться вечно молодыми. И это сюжет романа «Будущее», к большому счету. То есть он пришел мне в голову реально в конце 90-х еще, в начале 2000-х годов. И с тех пор я каким-то образом его в себе вынашивал, вынашивал только после того, как я уже совсем другой девушкой завел на конец детей. И прошел через это, и стал отцом, и разобрался в чувствах, которые действительно возникают у человека, который рождается ребенком, как он вообще-то ребенок постепенно мужчина влюбляется. Не автоматически, как женщина, не априори, а это отношение развивается. Только после этого я стал понимать, как люди вообще-то за свои детей там жизнь отдают. До этого, конечно, я этого никак не мог. Хорошо, что я позволил этой вещи дозреть, хорошо, что я 10 лет подождал, потому что книга получилась совсем другая, гораздо более честной и точной. Что касается текста, то идея пришла была 6 лет назад, она выросла из сценарной заявки. Заявка была такая, что написана по просьбе одного аксессора, которая была интересна ситуация, когда один человек живет жизнью другой человек, получив его телефон. Примеряет на себя роль другого человека. И отсюда, в общем, все выросло. Но заявка была написана тогда же, буквально за 2 дня. Я ее существенно, эту идею изменил, переработал, обогатил. Но браться за это я не мог. И в фильме никакого не получилось, потому что для этого режиссера, который режиссер в целом коммерческий, это показалось слишком жестким, то, что я предложил. Ну, я тогда сказал, что я буду книгу писать. Он говорит, ну, пиши книгу. Вот прошло 6 лет, книга написана. Фактически работа шла около года над ней. Писала активно, наверное, последние несколько месяцев. И, знаете, как бывают, очень большие усилия требуются, чтобы вжиться в героя, поверить в него, как-то вот именно как-то в герой внедриться, в его душ усилиться, в его тело, и заставить его ходить, говорить и так далее. Для этого нужно язык правильно нащупать, какие-то его детские воспоминания себе представить. И, собственно, найти место, где он живет, поселить его куда-то. И я к этому ответственно подошел, ездил электричками в Лобню, нашел квартиру, значит, этому человеку, моему главному герою, представил себе его детство, среди всех этих наших стандартных качелей, каруселей, помоек, берез и так далее, которые в каждом дворе есть. Что у него из окна, видно, у него из окна, видно, железнодорожный депо, Лобнинская, какая-то наборная башня, кирпичная, похожая на замковую какую-то древнюю башню. Я тут же придумал какую-то осмотр и так далее, и тут постепенно начал этот герой оживать для меня. И потом уже, конечно, все больше и больше ты веришь в это, хотя процесс очень такой странный. Я не сказал бы, что написание романа это конструирует. Есть авторы, которые, в особенности ремесленные авторы, которые там три книги в год фигачат, они прямо вот строят формуле сюжет, здесь случится то, здесь случится то, здесь случится то, заранее есть план глав, и дальше они просто это прописывают. Я этого стараюсь избегать, потому что, когда ты заранее все придумал, все сюжетные ходы у тебя уже сложились, когда ты садишься в прописках, ты уже эта история охладела немного, ты не можешь так же разволноваться от того, что с героем происходит, потому что это уже придумано сто лет назад. А когда ты от главы к главе точно так же, как и твой герой, это путешествие предпринимаешь, открываешь всякие вещи впервые, ставишь его в тупик какой-то в конце одной главы, не зная еще, когда он будет выбираться, и потом для себя делаешь это открытие, для него делаешь это открытие, это совсем другое ощущение, конечно. Такой эмоциональный всплеск, такой электричество, такой заряд, который потом у читателей тоже чувствует, потому что ты это испытывал. И ты впервые, вот, садясь прописывать это, облекать буквы, ты это действительно чувствуешь, ты сам спудоражен и подавлен вместе с героем. Это делает книгу менее предсказуемой, с одной стороны, а с другой стороны, работа сложнее идет, потому что ты можешь просто где-то упереться в стену, и несколько дней проходит, и ты не знаешь, как выйти из этого положения. Но гораздо более живой текст получается. Так что эта книга очень живая. Спасибо, еще вопросы. Есть? Да. Спасибо. Дмитрий, вот вы рассказывали про технологии 21 века, про то, что они делают у нас в Супермене. Ведь у нас же, точнее, скоро выйдет новая игра по метро-экологическим циферам. Ну, через год примерно, да. Вот. И студия, которая занимается вашей игрой, Fire Games, она недавно выпустила шутер, который связан с окол-срифт, с сверхтехнологиями. Дождать нам сюрпризов в этой сфере. Я думаю, что вряд ли будет в виртуальной реальности эта игра, по-моему, из-за того, что я знаю, они просто хотят сделать ее в 4К, то есть очень высокое разрешение, и делают упор просто на графику и на историю. Плюс некоторые уровни будут такой полуоткрытый мир, как бы некоторые линейные, будут некоторые более открытые. И это огромный объем работы. Надо понимать, что это 4А, это все-таки маленькая достаточно команда людей. Они взяли на себя этот второй проект, про который вы говорите, для VR, Арктика. Я боюсь, как бы, чтобы они не дарвали попу себе чуть-чуть. Потому что, когда мы говорим об играх типа Call of Duty или Battlefield, это гигантские заводы по производству компьютерной графики, которые расположены в Калифорнии где-нибудь, которые заработают тысячу человек, у которых бюджеты свыше 100 миллионов долларов и, конечно, совсем другой ресурс. В этом случае все равно это продолжает оставаться кустарное, на коленке выточенное, но при этом какая-то очень такая ручной сборки, и из-за этого с большим, как-то human touch, как сказать, с человеческим каким-то душевным, очень таким вкладом произведения. И именно эти, мне кажется, игры по метро и хороши, потому что душа в них чувствуется, и видно, сколько разработчиков расстались с семьями и с женами, за то, что не возвращались вовремя домой, а ночевали на рабочем месте. Понимаете? Ну, я уверен, что будет хорошая очередная игра, и она, действительно, как вы сказали, продолжает сюжетную линию метро 2045, то есть там, где заканчивается метро 2045, подхватывает эту историю нового игра. Асмар, мне еще вопрос. Дедулдан. Дмитрий, добрый день. Меня зовут Артем. Герой ваших книг. Да, у меня такой вопрос. Отдельно спасибо вам за игры, за книги, это бесспорно. И я бы хотел сказать следующее. Для себя лично я увидел, читаю трехи текста в журнале метро, что она началась рождаться в 2035. То есть книга-текст началась рождаться... Извы комиссии. Не-не-не, книга-текст началась рождаться какими-то вот именно смыслами нынешней России, да, описанием, отголоски, именно в книге метро 2035. Мы живем с вами в дурное время, где говорить правду очень тяжело и сложно. И у меня такой вопрос, как бы, я за вас переживаю. Не боитесь того, что, говоря правду, вас начнут как-то немножко это поддавливать. Меня вот только за это переживают. Спасибо большое. Ну, я, конечно, все время испытываю сомнения, потому что здесь напротив находится редакция «Радио Москвы» прямо через дорогу. Значит, куда я хожу и периодически занимаюсь своей предоносной деятельностью оттуда, да. Но пока они зовут меня говорить, значит, ситуация еще не так плоха в стране. То есть мы с вами знаем, что постепенно идет наступление на прессу. Вот на днях ковальчуки купили РБК, чей-подставное лицо. Ковальчуки — это путинские друзья детства, которые, помимо всего прочего, контролируют еще и первый канал, СТС-медиа, весь холдинг. И практически, ну, Владимир Ильич в кармане все телевидение, и теперь он еще положил себе в карман и РБК, который, кстати, публиковал там расследование про его дочурок. И вообще мы живем вон такой мистер-твистер, ему там газеты, пароход, теперь еще, значит, вот и РБК, и телевидение и так далее. Ну, слушайте, пока так. Ну, рано или поздно, он составится, живем вредно. То есть понятно, что он никуда не уйдет, и сейчас он по кокетчичу, по кокетчичу, потом народ сильно попросит его идти на 25-й срок, и он пойдет на 25-й срок. Ну, природу не обманешь. Я думаю, что будущее наступит не так быстро, как описано в романе «Будущий», и придется все-таки однажды всем умирать. А мы с вами еще чуть-чуть поживем после этого. Какой-то другой. Это оптимистичный сценарий. Слушайте, боюсь я или нет, пока есть возможность это говорить, я считаю, что надо говорить. Если все будут молчать, притворяться, мы, в принципе, это же у нас страна молчанов. Ну, конечно, у нас генетическая память, и что нас сикли пароли в последние 300 лет, Лада Секлея, а последние 70 лет, значит, существования Советского Союза за правдивое слово просто разобрали и расследовали, или там ссылали на лагеря на 10-20 лет. Конечно, в такой стране, правда говорить, не хочется, очень сцикотно, потому что... И большая инерция, я не сказал, что это какой-то генетический все-таки момент, если правду говорить, там, или что-то какое-то рабство у нас, просто элемент подстраховочки. Зачем так ли важно эту правду сейчас говорить? С другой стороны, если уж все сразу начинают в эту игру играть и принимают эти правила, что правду давайте говорить не будем, а будем говорить то, что от нас ждут, здесь лучше смолчим, здесь отвернемся, и... Ну, это просто мы тем самым приближаем этот момент, когда уже совсем ничего говорить нельзя будет. Поэтому у меня никаких нету, так сказать, никакого мнения такого, убежден, что это какая-то миссия-миссия. Ну, пока можно это говорить, я это буду говорить. Значит, я себя в никаком героическом образе не вижу. Ну, так сказать, просто так в странное время, если бы так сказали, что просто называть вещи белым-белым, а черным-черным уже требует определенные, как бы, наглости. Ну, я пока, в другой стране, это как-то и не коран, да? Если мне тут угрозно, чтобы поступать, или там, машины меня будут сбивать, или еще что-то, все вот наши вот такие духи, то тогда, наверное, придется задуматься. А пока все, ничего. Значит, не так плохо. Здравствуйте. А вот интересно было бы узнать, что означает для вас эта книга, и что вы вынесли из нее для себя. Вот вы где. Для меня что эта книга означает? Вы знаете, но если говорить о том, что я здесь попытался сделать, наверное, это совсем уж первая вещь, которая проистекает не из идеи какой-то, потому что у меня обычно вот идеи на первом месте, а на втором месте уже сюжет, который герои как бы помогают эту идею иллюстрировать, и свою историю преподонести. А здесь на первом месте именно человеческая история. Это и драма, и она, в общем, стоит во главе влах. И, соответственно, герой не озвучивает какие-то, то, что с ним случается, случается не для того, что он мог какие-то умные мысли мои цитаты не озвучить, а просто потому, что вот такая у него жизнь, такая у него судьба. А остальное как бы уже вторстепенно прилагается. Из-за этого, из того, что во главе власта просто живой человек, со своей достаточно трагической судьбой, оно совсем по-другому считает. Это живая, это более живая вещь, чем многое другое. Более живое, чем метро 3045. Где все равно там была идея о том, что вот мы сидим всем народом под землей, выходить никуда не хотим, в то, что война окончилась 25 лет назад, верить не хотим, хотим продолжать представлять себе, что мы рассажденные крепости, кругом враги и так далее. И отсюда уже дальше придумывается какой-то герой, его состояние и то, что с ним происходит, призвано все это проиллюстрировать. А здесь иначе все. Поэтому вещь другая, и мне кажется, опять, что она более так уживая становится, настоящая. То есть вы будете читать, и вам не на секунду покажется, что здесь что-то натянуто, или так быть не может. Она очень реалистическая, даже гиперреалистическая. И еще раз здесь. Дмитрий, скажите, пожалуйста, как работа над книгами повлияла лично на вас? Ведь не секрет, вы сами об этом говорили, что часто приходилось консультироваться с какими-то людьми, допустим, по поводу текста, и с силовиками, там опять же, и с теми, кто-то было наказание, допустим, наверняка, по метро вы также консультировались с людьми по каким-то различным вопросам. Вот как на вас, на ваш взгляд, на ваше веропонимание, это как-то повлияло? Ну, конечно, когда ты общаешься с людьми от души наказания, так или иначе, это тебе определенные перспективы открывают. И здесь двойной и двоякий процесс усторонности. С одной стороны, я стараюсь именно потому, не слишком часто писать и книги выпускать, что я стараюсь сделать какой-то подыток своих личных впечатлений от прожитого. То есть я, вещи, которые так или иначе в жизни происходят, какие-то коллизии в отношениях с родителями, с детьми, с женщинами, с друзьями, какие-то вещи, которые просто я наблюдаю за тем, как мы все с вами, страной и народом, обществом развиваемся, как мы воспринимаем попытки нами манипулировать, что нам нужно, что нам не нужно, о чем мы мечтаем, какие-то просто вибрации из воздуха. Все это я пытаюсь сначала в себя вбирать, а потом в книгу вкладывать. И поэтому еще не надо слишком часто, потому что иначе не будут слишком дурно другу похожи и будут примерно об одном и том же. Раз в несколько лет темы, которые тебя занимают, которые кажутся тебе важными, меняются, потому что ты что-то уже прожил. Я, например, считаю, что очень трудно заставить себя от чего-то, как бы изменить себя насильно, очень трудно, перевоспитать себя почти нельзя. И темы просто изживаются. Вот есть какая-то привычка-то дурная. Вот проще, мне кажется, уже себя довести до ручки с этой привычкой, чтобы ты просто уже не лезла дальше. А если ты будешь себя как-то заставлять отказаться, трудно. Ну или то же самое в каких-то моментах. Ты хотел бы улучшить себя по какому-то признаку. Кстати, не знаю, ну... Где-то, в чем-то ты стесняешься себя, допустим, или еще что-то. И понимаешь, что вот искусственные усилия какие-то, или волевые, что я теперь не буду так делать, я не буду так считать, я буду себя по-другому вести, они, к сожалению, на моем примере не работают. Но человек меняется, только проживая какие-то драматические события. И дальше это изменение в нем наступает само собой. И накопленные вот эти какие-то переломы, изменения, потому что, несмотря на то, что мы вроде бы все те же самые, какими были в 17-18 лет, да, субъективно, ну там в зеркале картинка чуть меняется, но внутри, на самом деле, конечно же, нет. И чем у человека драматичнее, насыщеннее жизнь, тем сильнее он изменяется. И нас готовят к жизни родителей к одному, объясняя нам, как правильно, как неправильно. Потом мы с вами на своем опыте понимаем, что как правильно не получается. Получается вот так. И какой-то баланс ты пытаешься здесь найти и обрести. И жизнь вообще сложные компромиссы. И так как ты собирался ее проживать, не выходит ни у кого практически. Ты начинаешь с какими-то вещами смиряться, какие-то вещи себе прощать, другим людям с нашимися этими и так далее. Все это называется опыт, и опыт копится небыстро. И его можно суммировать. Я пытаюсь его суммировать. Кстати, это свои личные, банальные, конечно, жизненные открытия, которые каждый человек делает на том или ином этапе. Я пытаюсь просто, пока еще не забыл, пока для меня это актуально, аккумулируйте к ним. Аксимар, еще вопрос здесь? Дмитрий Алексеевич, если все-таки вернуться к фантастике, хотел бы вас спросить, каким вы видите будущего жанра и чем этот жанр сможет привлечь еще к читателю? Ну, вы знаете как? Фантастика, она же по большому счету несколько функций выполняет. С одной стороны, это побег к зряности. Ты подыскиваешь себе какой-то более уютный мир, потому что нынешний мир, текущий мир тебя не устраивает. Чаще всего потому, что ты сам просто для себя в этом мире, объективно в твоем окружении, в обществе, в работе и так далее, не можешь найти какое-то место. Ты тогда думаешь, пытаешься подобрать себе космический или средневековый, или еще какой-то другой мир, который тебе более интересен. А другая функция фантастики, это моделирование. Когда с обществом начинают происходить резкие перемены, какие-то технологические или общественные. Например, переламывается общественный строй. Из-за аграрной страны пытаются сделать страну индустриальную. Или страны, где традиционный патриархальный уклад пытаются сделать новое какое-то общество, как с нами происходило в 20-е годы, с Германией в 30-е годы. В этот момент, конечно, люди пытаются понять, куда их все это ведет. И так складываются антиутопии, например, когда берется какой-то тревожный тренд, сейчас формирующийся, его выстраиваешь вперед. А что будет, если? Что будет, если будет общество тотального контроля? Спрашивает себя Евгений Заметов. Иди мы. И Джордж Шору спрашивает себя в книге 1984. Что будет, если для книг за телевидение останется место? Спрашивается Рейд Брэнбери в 4-й плане Фаренгейта. Или наоборот, Стругацкие пытаются, послевоенные, учитывая, что они не воевали, и блокаду переживали, они пытаются спросить себя, как сможем ли мы построить теперь мир идеальный, основанный на справедливости, на любознательности, и пытаются нам этот мир показать, должны нам какие-то ориентиры задать. И поэтому, конечно, фантастика более всего жива должна отвлекаться на какие-то вещи, которые прямо сейчас происходят. Мне кажется, что это биотехнологии, ну, то есть киберпанк уже существует с 80-х годов, и он нам все, в то же самое, сейчас приходится предсказан в той же степени. И вот уже реалистические книги нужны для того, чтобы все это осмыслить. Потому что с нами это уже случилось. Не надо фантазировать на эту тему. Мы уже живем в обществе тотальной прозрачности, видеонаблюдения, зависимости от технологии коммуникации. Мы сами при себе носим цифровой поводок, мошенник, и нам это нравится, в принципе, потому что оно удовлетворяет наши какие-то потребности. А вот биотехнология, как мы себя будем в дальнейшем изменять, это интересная тема. И она, мне кажется, фантастики как-то недозаполненная, доисследовательная. Тот факт, что в России последние достаточно много лет самый популярный фантастический поджанр была альтернативная история попадаться. Офицерская служба, случайно, изобретя в институт, оказывается, заброшен куда-нибудь в Первую мировую войну, в Вторую мировую войну. Значит, то распада с Российской империей, до того, как мы проиграли американцам в гонку вооружений, еще что-нибудь, и меняет все, знает, чем все для нас это невесело кончается, как для державы, меняет все при помощи приемов карантэ и метания ножа в нужную сторону. Вот. Ну, это, в принципе, изобретено Марком ТВ, но у меня теперь дали короля Артура теперь попадаться. И дальше мы там, от конца Чапаева до Мамая, а наши допустимые витязи КГБ это неоднократно переделали в произведениях тысячи, мне кажется, различных авторов, которые присутствуют попадаться. О чем это говорит? Это говорит, что о том, что люди, покушав в 2000-е годы, захотели чего-то большего. И захотели вернуться к тому былому величию, которое было у Советского Союза когда-то. Захотели снова империи. И тот тотальный всеобщий восторг, который вызвал присоединение Крыма, это тоже был ответ на вопрос на запрос на империю. Типа вот мы встаем с колен. Потому что это не очень правильно было сделано, не очень праведно это было сделано, что мы потеряли, поскольку Крым, Украину навсегда. То есть с точки зрения имперского строительства это право полное. Это уже не важно, потому что вот эта эмоция такая была очень сильная. Это был запрос, ну, многие народы, бывшие когда-то империями, страдают имперской ностальгией. Это понятно. Британцы страдают ностальгией по империи, утраченной Астрияки. Венгры тоже хотят обратно в Астриангерскую империю в той же степени. Румыны считают себя наследниками Рима и так далее. Тут мы с вами уникальны. Вопрос дальше методов и лечения этой зависимости. Спасибо, что есть вопрос. Да, как много. Здравствуйте, пробуем. Пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, может ли ваше произведение стоять рядом с такими произведениями даже кино-жанра, как, например, Рай, Андрей Сергеевич Кончаловского, там Левиафан, Звягинцева, Нелюбовь, все того же Звягинцева? Если поставите рядом, то пусть стоит рядом. Нет, я-то не против, понимаете. Но меня часть населения меня все еще воспринимает как парня, которые пишут про мутантов. Отказываю, мне вправе стоять рядом с Звягинцем и постоять. Но я, значит, рядом сидел. Я у него брал интервью, там, 10-15 лет назад на красном кинофестивале, когда я еще работал, корреспондентом вынесли две табуретки, прибой поставили, он сел в костюме, на табуретке и в ту прибой его ноги лезал. Это был первый фильм, который получил, по-моему, за возвращение, получал в это время. Вот. Я не против. Пожалуйста, ставьте. Еще вопрос? У меня два вопроса. Какова ситуация с фильмом по метро? И играли вы в игры в метро 35? Значит, я играл в игры, они страшные, до конца я их не прошел. Трудные очень. И главное, что сложностно остается скучноватой игрой немножко. То есть, в цивилизации я продолжаю как-то так тихонечку играть в самолеты. Но в 3D-шутере надо выделять как-то время, ресурс, играть и убивать очень обломно. Ну, да, ну, все проходите, ну, господи, опять. Уже немножко лень. И труднее себя как-то с этим в это погрузиться. Но, ну, да, играл. Но не до конца. Вот. Что касается экранизации, то я проклятый, значит, мне все все обещают и ничего не делают. Видимо, никогда бы не будет никакой экранизации и все пора смириться с этой печальной судьбой. Еще вопрос, смотрите? Добрый день. На обложке метро 2035 сзади написано, что там присутствует нецензурная лексика. И действительно так, она очень живая, очень такая правильная с какой-то стороны, обусловленная некой утопией общества, которое дошло до ручки, как говорится. На обложке текста это тоже присутствует. И чем она обусловлена здесь? Спасибо. Там герои ругаются матом. И другие герои тоже ругаются матом. Вообще, в сегодняшней России нельзя не ругаться матом. И вообще всегда в России нельзя не ругаться полуматом. Понимаете? Мы с вами живем, как было сказано, в дурные и роковые, возможно, времена. И цензурной лексики не хватает для описания всего, что с вами происходит. И чем надрывней эмоция и чувства, тем крепче хочется это выразить. Но я даю вам честное пионерское, что ни одного слова, которое можно было бы сказать цензурным, оно сказано целым объясненным. Все к месту. Плюс там есть еще несколько критических сцен. Осторожно. Не обожгитесь. Здравствуйте. Я вот когда читала... Все спойлеров, да? Я стараюсь очень сильно. В общем, когда читала «Сумерки», вот последние прям строчки «Сумерек», они меня вот поразили. Когда читала «Будущее», тоже было очень круто. А в тексте последнее предложение, это вот, не знаю, взрыв какой-то. Вот я, ну как дурно читать, сначала прочитала последнюю страницу, потом все к ней будет. Ай-яй-яй-яй. Надо было заклеивать типографию последнюю, чтобы... Нет, нет. И при этом, когда прочитала эту последнюю страницу второй раз, они как-то по-другому звучат. И вот скажите, вот конкретно последнее предложение, оно у вас было в голове или вы его очень долго сочиняли? Вы знаете, но оно... Сейчас никто не читает последние предложения. Все закрыли. Что происходит? Не забывайте. Девушки, я про вас говорю, не читай последние предложения. Фу-фу такими быть. Это... А вы «Метро-2034» не читали? Это любимая книга из «Метро». Вот. И там тоже предложение-то есть. Да, там... Я читала по школе. А, да. Ну там вот это вот... Именно это предложение там есть. Это тема, которая меня всегда занимала. И здесь она просто по одному совершенно глупо представляется. На самом деле, если вы перечитаете еще раз или подумаете, то ли это значит, что значит, и от кого там что остается в этой истории. Понимаете, да? Это большой вопрос, что от кого здесь что остается. И мы, к сожалению, не можем с остальными участниками в уголе интимного поэта. Вопросы к которым? Дмитрий Алексеевич, здравствуйте. Я здесь. Привет. Вы знаете, мой вопрос не касается ваших работ конкретно, но он касается вашей общей рефлексии. Скажите, пожалуйста, видите ли вы себя спустя полстолетия русским классическим писателем начала 21 века? Конечно, да. А что нет? Ну, госпитали. Если серьезно говорить, то классик, ведь вы вообще писатель даже такое посмертное звание, да? И пускай там следующее поколение разбирается, стоит ли того, то есть переживает ли вещь писатель или нет. Я со своей стороны честно работаю, стараюсь делать какие-то новые вещи, нахожусь в поиске, особенно себя не повторяю. Никогда не делаю акцент на развлекалово за счет каких-то более серьезных тем. И стараюсь не разговаривать с читателем ни сисюкой, ни снисходительно, не относиться к нему как к амбицилу, который надо слишком разжевывать. И, как было сказано, каждая новая вещь делается в столь степени предель возможности. Вот как я мог сейчас сделать хорошо. Я так сейчас сделаю. Может быть, через 30-40 лет я буду на это смотреть и говорить, что это совершенно беспомощная какая-то ерунда. Но, может быть, я буду уже тогда в маразме и не прав буду тогда, а прав сейчас. С другой стороны, понимаете, все-таки классики это люди совершенно других, принципиально других способностей, к сожалению, талантов, чем я. Лермонтова 27 убили и он 27 годам, а это было 11 лет назад по моей личной жизни шкале, смог создать какие-то удивительные, совершенно пронзительные, точные произведения, которые, ты понимаешь, почему они вечные. Это гений. А мне приходится брать сичности. Конечно, без занятий. Понимаете, работой. Каждому приходится действовать в рамках тех способностей, которые ему отведены. Они, конечно, развиваются, но есть гениальность. Гениальность, они просто за скобками находятся. Поэтому, я, честно говоря, мне хотелось бы, конечно, туда, в школьную программу. Но гарантии, к сожалению, нет. Ничего, пожалуйста, не с него. Дмитрий, ваш взгляд как писатель, он устремлен в будущее, судя по всем произведениям. О будущем я хотел вас спросить, вы тут точно обрисовали, насколько фантастично выглядят в прошлом веке, ничего, похоже, даже не фантазировали. И в то же время, сегодня, скажем, многие из нас, не из нас, а просто, скажем, стоят несколько часов, чтобы, да и с никто не обидится, скажем, пообщаться с ребром Николая, там, некого, допустим. Или с других вещей, скажем, набор каких-то амулетов, там, иконка, еще что-то спортсмену, олимпийцу, причем дает представитель той традиции, который стер с лица земли олимпийскую традицию. Вот в итоге вещи настолько кажется совершенно парадоксальными. Как вы видите вот эту сферу веры, религии, которые, в общем-то, мы на протяжении своей истории так неравнодушны? Как она будет на вас через 10 лет, через 20 лет? Спасибо большое. Здесь есть несколько аспектов, конечно. Во-первых, во-первых, то, почему это делается. Делается это потому, что власть судорожно пытается найти как что-то на замену идеологии. В обществе, где люди лишены свободы, а нас постепенно сами свободы лишают. То есть она у нас была на грани вседозволенности в 90-е, и дальше Владимир Владимирович постепенно, он по каменьке у нас как бы забирал. Мы все еще довольно свободным обществом, конечно, находимся. Если сравнивать себя с Северной Кореи, так даже с Китами. Да, у нас, нам почти не вторгается в нашу частную жизнь, не лезут под одеяло, и мы вольны в кругу своих критиковать, и говорить все что угодно, и даже как клятать на митинги, хотя на митинге вот сейчас настали бить палками. Но в обществе, лишенном свободы, надо что-то людям предлагать взамен, что-то для отвлечения. Это идеология. Идеология или религия? Религия и идеология, в принципе, это сходные вещи, это некая мирологическая система, которая дает тебе, с одной стороны, ответ на все твои вопросы, какие-то эссенциальные, с другой стороны, немного снимает твою тревогу. Это, ну, цели какие-то обозначает, да, обозначает тебе врагов, обозначает тебе цель движения, дает оправдание твоей жизни, и в целом тебя направляет, как бы ты перестаешь терзаться вопросами смысла бытия. И, поскольку коммунистическая идеология, которая нас, в общем-то, так или иначе держала в затуманенном сознании все советские годы, обанкротилась, на примере нашей самой страны компонентства, что это не работает, теперь пытаются что-то другое нам вместо этого предложить. И поэтому государство патронирует православную церковь, да, и немного на оставшиеся деньги, значит, всяких, значит, исламских деятелей. Это все понятно. Что касается того, почему люди к этому бегут и на это пытаются опереться, являемся ли мы верующим, глубоко верующим народом, я в этом очень сомневаюсь. Верующие, вот, допустим, латиноамериканцы, для них образ, там, не знаю, Девы Марии, Иисуса Христа, это центральные какие-то столпы сознания, они ежедневно от них отталкиваются, и они как бы и писания знают, и то есть это определяет их сознание. Мы, мне кажется, все-таки к мощам относимся именно к носу у собаки на станции почтной революции. То есть надо потерять, чтобы все было нормально. Понимаете? То есть мы суеверны, очень, но мы не глубоко и неподлинно религиозные. То есть мы готовы покрестить ребенка, чтобы там у ребенка не было ДЦП, допустим, да? То есть это как страховка такая дополнительная, неформальная. Для этого делается. Не потому что, чтобы он был пристарлен Богу, как вам объясняют, а просто для подстраховочек. И вот это объясняет. Но мы действительно, поскольку не очень твердо в этой реальности как мы себя ощущаем, мы готовы за все хвататься, в общем. И в том числе за председание духовенства. Теперь, то, что РПЦ является политической организацией и финансовой институцией, это понятно. Это политика большая, они совершают свои политические задачи. Недвижимость, финансирование, борьба за влияние, борьба за влияние. Но это не только у нас. Фатолическая церковь тоже, безусловно, является политической институцией. Сейчас немного меньше, чем раньше, но до сих пор. И почему, почему откуда это мракобесие сегодня? Мне кажется, потому что, ну, ориентиров нет, проекта нет. Мы не понимаем, что вообще со страной происходит. Мы не понимаем, куда мы идем. Куда нас ведут. Да, Владимир Ильич нас никуда особо не ведет, на самом деле. Он вообще другие задачи решает. Это человек, который просто консервирует текущее положение. У него никогда не было никаких проектов. Единственные проекты, которые нам предлагались, это было предложение, которое Брюшев Бележонт нам предлагал. Он говорил о модернизации, он говорил о стратегии 2020, было хоть какое-то видение будущего. Хотя он комично при этом выглядел, из-за того, что он увлекался всеми этими айпедами, и он сам по себе достаточно комичен с виду. Но при этом он был нашим президентом, и он нам какое-то будущее нам обозначал. При Путине мы говорим только о прошлом. Мы говорим о Великой Отечественной войне, мы говорим о подвиге советского народа, мы продолжаем сражаться с фашистами по всему миру, мы опять осажденные в цитадель, нет образа будущего, нет проекта будущего. Нас никуда, в общем, не ведут, и поэтому мы пытаемся как-то здесь сами сориентироваться. И еще один момент. Когда одна от тетеньков погонов бывших украинских маструбирует на Николая II, потому что, не знаю, что он небесный жених, значит, он вот этот. И при этом другие какие-то оголтелые люди ходят с портретами Сталина, с нимбом, да, и прищут другим людям глаза зеленкой и так далее. То есть для меня это все понятно. Здесь нет даже противоречия. Когда они те же люди молятся на Сталина и на Николая II, которого Сталин перешит по большому счету, да, старшим поколением товарищей. Нет противоречия. Люди не Николая хотят, и люди не Сталина хотят, а люди хотят империи. Николай это империя, Сталин это империя, поэтому можно все в кучу и мыть с поднимыми дисплеями. То есть люди хотят просто ощутить величие своей страны. Это нормальное желание, я тоже хочу. Хотят чувствовать гордость, чувствовать, что и страна уважаема во всем мире. Если нельзя получить уважение, пусть хотя бы боятся. Давайте это запугаем. И вот на этом чувстве желание быть уважаемым, желание гордиться своей Родиной, они очень многие свои схемы выстраивают. Они просто эксплуатируют это наше природное понятное желание. Ну вот и все. Спасибо, давайте супер блиц. Вот буквально еще три вопроса, коротких вопросов. Отвечать словами из трех. Добрый день. Ну, во-первых, у меня два вопроса. Первый вопрос сейчас, как мне включить телевизор, обычно я фантастика. Вот сейчас сюжет по поводу того, что сбили шестилетнего первого мальчика. И это серьезно обсуждается на уровне министерств и так далее. Вот то поколение, которое подрастает школьник, они вообще не понимают, что творится, что они выходят на эти митингы и сбивают. Ну вот как-то вот вы отслеживаете эти темы и будут какие-то у вас романы типа о современном положении вещей. И второй вопрос. Ну, как известно, каждый писатель хочет создать чего-то гениального. Вот типа Шоуф создал Тихий Дон. Тихий Дон, конечно. Тихий Дон создал. Ну вот можно ожидать, ну, в итоге как бы, то, что вы создадите какой-то роман-эпопею вот за эти периоды типа Тихого Дона сейчас. Спасибо. Что касается современности и современного поколения, но про школьников я, мне кажется, написать сейчас не смогу. Я не согласен с тем, что они не понимают, что происходит в стране. Они просто, ну, часто бывает, что молодежь более идеалистически настроена, максималистически. Я думаю, что им наконец-то приоткрылась определенная часть информации за счет интернета, потому что страна действительно происходит. Потому что там у власти УПД, например, находится. Вот. И они так, конечно, прибалдели. Ну, и потом им просто хочется перемен, а сейчас у власти деды, поколение дедов уже для них, понимаете? Но, по-моему, прекрасный форга, конечно, Владимир Владимирович. Он дед. Вот Джордж Мартин столько же ему лет, и он у него всегда борода, там все такое. То есть, просто Путин правильно себе поток сполит, и все. Ну, правда. Люди верделись, и всю жизнь, кто родился при Путине, не прожил с жить при Путине. Видите, что ли? Вот. А я помню времена, когда его еще не было. Вот тут целая группа лиц, понимаете? Путин, 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 И дай Бог, чтобы все-таки он умер раньше. Потому что регенеративные технологии, хотя я как бы поспешил их провернуть, они все-таки развиваются. Вот. И у него в первую очередь будет к ним доступ. Что касается Шолохова, да, но и в какой-то степени об этом времени, и может быть не о 16-ти лете, а о 20-ти лете, в этой книге есть. Я постарался об этом сказать. О том, что сегодняшний мир у нас, как было уже сказано сегодня на встрече, это мир удивительный, где нам предлагается поверить, что врать это нормально, что воровать это нормально. Да, ну вот, говоришь нам президент, не будем брать Крым, через неделю берет Крым. Говорит, это не наши там человечки. Через неделю говорит, это были наши человечки. Сейчас он говорит, у нас СМИ совершенно независимое государство. Через три дня его друг детства покупает себе последний независимый меди-холдинг. Ну и так далее, понимаете? То есть врать можно, пожалуйста. Воровать его спрашивают, Владимир Владимирович, а вот у ваш друг детства тоже и шафер, откуда-то получил 2 миллиарда долларов в государственных денег. Это как? Он говорит, это нормально, у нас скрипчик ему. Скрипчик стоит 50 миллионов. Сдача 1,950 миллионов долларов совершенно. А будет, да, а что? Что-что? Ну вот так. Ну вот так. И все такие, а ну, значит так. Значит, воровать тоже можно. Ему можно, бояров, значит, тоже можно получать. И это же телевизор, который вот это средство воспитания и внедрения морали, он нас всех этому обучает. Значит, всем тогда можно, если ему можно. Значит, нет никакого недобра, ни зла, а есть просто силы и слабость. И кто сильный, к тому можно все что угодно делать и жрать слабость. Пожалуйста. И так и происходит, в принципе, не только с ним, с любым представителем государственной системы. Это сила за ними. Значит, им можно избивать мальчика и говорить, что мальчик сам был пьян в 6 лет, потому что за ними сила. А за кем правда это вообще никого не надо. Ну вот так, такое время, понимаете? Вот что касается Шолохова, то мне кажется, я пока еще не дорос. Вот я еще порасту немножко, и может быть смогу, а пока нет, трудновато еще. Еще один вопрос. Здравствуйте. Мы о политике, давайте творчестве. Давайте творчестве. Вот насчет поста спросить. Да. Почему он переносился так часто? Потому что я даже он там. Прошло там. Это пост по коллегчике, это графический роман, комикс, действия заваляющихся в Соединенных Штатах. Переносился, потому что там, где только от меня все зависит, я могу как бы сосредоточиться и совершить марш-бросок. А где зависит еще от нескольких художников, а здесь все от художников зависит. Работа идет не так быстро, как хотелось. Плюс мы сначала хотели выпустить только один том, там примерно 60-70 страниц, но потом решили, что это все-таки будет маловато и надо выпускать двумя. Ну как с двоей, один плюс один. И знали рисовать второй. Из-за этого все перенеслось. То есть первый уже готов, в принципе, но второй придется подождать еще. И сейчас в ноябре вот будет там один плюс один. Первый, второй том вместе, может быть, перевязан к ноябрьской ярмарке Non-Fiction. Спасибо. Ну что, друзья, давайте аплодируем Дмитрию Глуховцеву. Спасибо огромное. Это очень классно. Спасибо. Давайте сняемся. Не нравится. Снимайтесь. Видео на этот вопрос. Это очень классно. Снимайтесь. Идемайтесь. Уважаемые снижения. И так далее. Дмитрий Глуховцев. Спасибо. Дмитрий, нужно сделать сложный вопрос. У вас было много. И ноги были хорошие. Давайте выберем один самый, наиболее понравившийся и подарим автор этого вопроса к нему. А мне вот понравился. От себя хочу добавить, что давайте не будут толкаться, пойдемте как цивилизованные на них.